Пешеходный переход, который превратился в долгострой надземку на Марпасадском шоссе, в Чебоксарах планировали открыть еще пять лет назад. За это время на объекте сменился не один подрядчик, сроки завершения работ регулярно сдвигались. Однако даже сейчас переход по-прежнему не функционирует. Предполагается, что его достроят до конца нынешнего года. Насколько это реально и почему возведенный объект никак не могут доделать, наш корреспондент Ирина Николаева выясняла с экспертами ОНФ. Это первый в столице республики надземный пешеходный переход. Длина конструкции 48 метров, высота почти с трехэтажный дом. Для инвалидов и маломобильных горожан проектом предусмотрен специальный лифт. Со слов представителя заказчика работ, сотрудника Чебоксарской администрации Дмитрия Денисова, объект готов более чем на 90%. Но завершить строительство и открыть пешеходный переход не могут по причине судебных разбирательств с одним из подрядчиков. Планируем вести ближе к четвертому кварталу текущего года. Но есть некоторые вопросы. С предыдущей подрядной организацией и по храмам в настоящее время ведутся судебные тяжбы. Уже два года ведут почти. У нас идут споры по качеству применения материалов, по выполненным работам. Строительство пешеходного перехода началось летом 2015 года. Планировалось, что его возведут при реконструкции 700-метрового участка Морпосадского шоссе. Однако первый подрядчик компании «Чуваш Автодор» стала банкротом. В результате отремонтирован только отрезок магистрали. В 2016-м мэрия заключила новый госконтракт. ИП «Храма» взялся построить надземный переход почти за 31 миллион рублей. Объект должны были сдать через год. Однако со взаимными претензиями договор расторгли. Два года назад доделывать конструкцию начал уже третий подрядчик – ИП «Фролов». По контракту в том же 2018-м компания была обязана завершить строительство первого надземного перехода в Чебоксарах. По факту нынешний подрядчик может выполнять лишь те работы, которые не являются спорными, отмечает заместитель руководителя управления ЖКХ Дмитрий Денисов. Сейчас в том числе идет разбирательство и по лифту. Мы лифт не видели, документации не видели, ничего не видели. Судья такую же позицию обозначили. Судья назначил экспертную организацию, стороннюю, специализированную, которая даст заключение. Есть лифт, как его характеристик, какой стихический состояние. Потому что у нас есть вопросы. Если уже два года прошло, где он хранился, лифт, как он выглядит, в каком состоянии этот лифт. На объекте установлено освещение, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Осталось завершить внутреннюю отделку, монтаж лифта и подключиться к системе водоснабжения, рассказывает представитель заказчика. При этом эксперты ОНФ выявили, что кроме несоблюдения сроков строительства, работы здесь велись с нарушениями. Пример тому сам переход, который получился несимметричным. Между конструкциями образовались огромные зазоры. Смещенная проекция самого надземного перехода и этих опорных конструкций. Что может быть ошибкой либо при проектировании, либо ошибкой подрядчика при строительстве. Для выявления причин произошедшего мы будем, соответственно, направлять обращение. Уже наблюдается коррозия, наблюдаются потёки крыши. То есть, хотя объект не строится, то есть сейчас находится в замороженном состоянии, нужно за ним следить. Нужно смотреть, чтобы крыша не потекала, чтобы не разрушалось бетонное каркасное здание. Заказчик работ планирует направить проектно-сметную документацию на повторную госэкспертизу по обследованию несущих конструкций и оценке их технического состояния. А также намерен дождаться судебной экспертизы по лифту. Решение станет известно в сентябре. Но даже если вопрос по лифту затянется, представители городской администрации до конца года планируют открыть пешеходный переход без него. Ирина Николаева, Михаил Солин, Вести Чуваша.